Добрый день! С вами гид в Праге Элеонора Грекова. И на улице уже совсем-совсем тепло. Солнечная погода, распускаются деревья и кустарники, зацвела форзиция, ее еще называют золотой дождь. А в Чехии готовятся к праздникам. В воскресенье будет Пасха. Обычно на Пасху все веселятся, ходят друг к другу в гости или на ярмарки и базары. В Праге самые большие ярмарки устраивают на Вацлавской и Старомесской площади. Деревянные торговые ряды украшают жизнерадостные весенние цвета. На Старомесской площади в центре ставят высокую пасхальную березу, украшенную разноцветными ленточками и яйцами. Тут же на газонах красуются большие яйца и огромные гигантские кролики. Это один из пасхальных символов – кролик, несущий яйца. И если вы спросите у чеха, почему у католиков несут яйца кролики, то в ответ, скорее всего, получите какую-то шутку. По статистике только 10% чехов – католики. Поэтому большинство празднуют Пасху, но не придают ей религиозного значения. Если обратиться к источникам, то одна из правдоподобных версий яйценоскости кролика – следующая. В языческие времена древнегерманские народы поклонялись богине весны и плодородия по имени Астара, одним из символов которого являлся заяц. Заяц символизировал собой плодовитость. В апреле, в день весеннего равноденствия, устраивались праздники в честь богини Астары. А в средневековье церковь старалась внести в такие языческие праздники свой христианский смысл. Почитание богини было настолько сильным, что христианские проповедники просто вплели языческие обычаи в праздник воскресения Иисуса Христа. Вместе с ним в христианскую традицию и перекочевали зайцы, став впоследствии кроликами. Впервые легенда о кролике, несущем яйца, упоминается в источниках XVI столетия. А в 1682 году была издана книга, в которой описывался кролик, несущий яйца и прячущий их в саду. Эта легенда дожила до наших дней. Детям рассказывают, что кролик сносит яйца и прячет их в саду в траве и кустах. Поэтому детвора с особым рвением в пасхальное воскресенье утром отправляются на поиски заветного клада. На Пасху в Чехии традиционно изготавливают сувенирные яйца, которые называются краслицы. Краслицы – это яичная скорлупа без содержимого. Часто на таких яйцах можно видеть рисунки, напоминающие собой животных или людей. Например, в историческом регионе Чехии, Маравской Валахии, такие краслицы раскрашивают в красный, оранжевый или черный цвет, с историческим мотивом девушки или петуха. В следующем видео вы узнаете, зачем чешских женщин на Пасху хлещут плеткой. Подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. С вами была Элеонора Грекова, гид в Праге.